МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин Томашевский, наверное, начнем в этот раз с вас. Что вы считаете лучшим игроком сегодняшней игры? Ну, для начала, да, я хотел бы сказать, что, несмотря на поражение, я был горд сегодня защитить интересы с атаков. Мне очень понравилась их игра, это было действительно круто, на мой взгляд, очень сложные вопросы. И я поймал себя на мысли, господин ведущий, что я по ходу игры даже пару раз не удержался от более формального обращения, чем принятые в нашем клубе господин Волков или госпожа Фомины. Да, настолько я болел за то, чтобы все сложилось хорошо, но могу только поздравить своего коллегу, защитника интересов через зрителей, с фантастическим вопросом. Я не первый раз его слышу, но каждый раз, ну, мне он очень нравится, это действительно фантастический вопрос. И что касается лучшего игрока, я думаю, что здесь не будет секретом. Да не обидится на меня прекрасной дамой в команде, это Олег Волков. Олег Волков, сегодня лучший. Мы возвращаемся в эфир после нашей паузы. Команда Марии Фоминых пока что играет в ничью с командой зрителей. Продолжается у нас ничейная пора, но это все изменится, потому что нас впереди ожидает седьмой раунд. Ну что ж, господин Томашевский, а, по-моему, замечательно команда справилась с Трапидом, просто великолепно, отличные объятия. Я в полном восторге, на самом деле. Я, честно говоря, вот учитывая, да, третий вопрос, я немножко в мое сердце разывал, из-за кого болеть, ну, как бы, за команду или, да, за автор этого вопроса, но в итоге я очень рад, на самом деле, тем, как этот вопрос прозвучал. Это то, что команда взяла, и, как мне кажется, эти два взятия должны придать уверенность. Все два великолепных сырных раунда, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Так будет продолжаться и дальше. Ну, посмотрим, не охладил ли пыл команды, не охладил ли пыл команды наша чайно-музыкальная пауза. Напомню, что для того, чтобы выйти в решающую игру нашего сезона, команде Марии Фоминых сегодня необходимо обязательно побеждать, чтобы попасть в зрительское голосование. А у нас Волчок выбрал вопрос из Висбадена. Против вас играет Всеволод Казакевич. Висбад. Запишите, пожалуйста. Сейчас я прочитаю вам отрывок из стихотворения известного советского мастера и теоретика Василия Панова. Записывайте. Олеет осень Ценными дарами Еще один Животворящий день Хлеба Червонят Желтыми шнурами Хрустальных вод Философично Сей Еще раз Олеет осень Ценными дарами Еще один Животворящий день Хлеба Червонят Желтыми шнурами Хрустальных вод Философично Сей Ну и далее Еще Господа 28 Довольно Абстрактных срочек Внимание Вопрос Что это были за стихи И зачем Панов их написал? Можно это минимально? Я хотел бы Да А1С2 Это обход Конем Шахматной доски Да На 32 хода Обходится она В 64 хода Она обходится Но здесь В каждом Спросе По 2 А1С2 Е1 Ж2 И так дальше По первым буквам Полностью Я чуток опоздал палец показать. Ну что ж, тогда досрочный ответ. Ну, досрочный ответ уже рано госпожа Фомяных давать. Поздно, господин. Поздно. Может быть, нам снова. Всегда поправите. Вы готовы отвечать? Ну, господин Волков, я думаю, готов отвечать уже давно. Господин Волков, да, готов отвечать. Господин Волков, ваш ответ. Мы считаем, что он это стихотворение сочинил для того, чтобы можно было легко запомнить, как обойти конем шахматную доску, не попадая ни на одну из клеток дважды. Ну, расскажите, как это сделать. Олеет осень, конь начинает на поле А1, АО. Ценными дарами он дальше идет на С2. Еще один, он дальше идет на Е1. Животворящий день – Ж2. И так далее. Как раз 32 строчки, в каждой строчке по два поля описывается. 64 поля. Четыре слова, господин Волков, в каждой строке. 32 строки, 64 клетки, 128 слов. Каждые два слова – это одна из клеток шахматной доски. В каждой паре слов первой буквой действительно название полей. Олеет осенью 1, ценными драме Ц2 и так далее. Можно по желанию публики начать или закончить на любом поле, вспомнив соответствующую пару слов. Стихотворение – это действительно мнемотехника, которая позволяет запомнить, как же обойти ходом коня все клетки шахматной доски, ставя его на каждое поле только один раз. 4-3. Олег Волков приносит команде Марии Фоминых четвертое очко в нашей сегодняшней игре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...